Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Крачаева, Черкесия. С вами Светлана Шаганова, а Руслан Коркмазов через чуточку выйдет в эфир. Сегодня мы поговорим о том, как живут ветераны Великой Отечественной войны и в чем они нуждаются. Начинаем, поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем узнаем, как живут в Крачаево-Черкесии ветераны Великой Отечественной войны, окунемся в огненные годы, когда песня помогала держать боевой дух и ликвидировать врага. Оставалось только трое Из восемнадцати ребят Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Светилась падая ракета Как догоревшая звезда Кто хоть однажды видел это Тот не забудет никогда Он не забудет, не забудет А так и яростные те У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Над нами мессеры кружили Им было видно, словно днем Но только крепче мы дружили Под перекрестным март огнем И как бы трудно не бывало Ты верен был своей мечте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Мне часто снятся те ребята Друзья моих военных дней Землянка наша в три наката Сосна сгоревшая над ней Как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте У незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка Сейчас в эфире этого полезного утра Руслан Куркмазов. Предлагаем фрагмент программы «Горячая линия», где обсуждался вопрос о том, как в Карачаево-Черкесии живут ветераны Великой Отечественной войны. Руслан Буташев из Учки Кена спрашивает Когда смотришь социальные сети Он говорит, у меня и дедушка на войне погиб И все его братья И поэтому у нас в семье ветеранов Ну нету живых, с кем можно было бы общаться И мы не знаем, как они реально живут Но когда смотришь социальные сети Такое чувство, что победители живут лучше побежденных Да, может быть это в 90-е годы и было так Сейчас как живут ветераны Потому что он говорит очень позорно Когда начинают даже некоторые представители Государственных органов власти Собирать у предпринимателей Просто у населения Какую-нибудь благотворительность в пользу ветеранов Нуждаются ли ветераны в этой благотворительности? Прежде чем предоставить слово Фатиме Курмановне Я хотел бы буквально несколько слов сказать Что по поручению главы нашей республики Рашида Бориспиевича Подготовлено постановление правительства нашей республики О единовременных выплатах ко дню победы Нашим ветеранам Сейчас эти выплаты начались в размере 50 тысяч рублей В республике получат 77 ветеранов И одна вдова участника Великой Отечественной войны То есть, к сожалению, у нее супруг погиб во время Великой Отечественной войны Вот с тех пор одна Тоже по решению главы республики Она получает 50 тысяч рублей А вообще, кроме вот этих единоразовых выплат Потому что я понимаю, что сейчас некоторые скажут Конечно, подачку к 9 маю дают А в остальном времени, наверное, пенсионеры нищенствуют Вообще, не хотим лезть в чужой карман Но у пенсионеров какая пенсия? Не совсем так Вот Фатима Курмановна Скажите, Фатима Курмановна Как живется ветеранам Великой Отечественной войны? Скажу с удовольствием, отвечу уважаемому Руслану И всем нашим телезрителям С этой постановкой вопроса я категорически не согласна Среднее денежное содержание на сегодняшний день Инвалида Великой Отечественной войны Чуть более 57 тысяч рублей ежемесячное У участника Великой Отечественной войны Чуть более 50 тысяч рублей Не считая доплату в виде компенсации На оплату жилищно-коммунальных услуг Это в среднем где-то тоже 1400 рублей То есть вы сами понимаете Что этого достаточно Для того, чтобы Какие-то Как бы жизненные вопросы Ветераны Великой Отечественной войны Могли решать Могу сказать совершенно ответственно Что социально-экономическое положение Ветераны Великой Отечественной войны В республике Такая особая зона ответственности Главы и правительство Более того, глава дал очень четкое поручение Еще много лет назад в каждом органе местного самоуправления Есть ответственный специалист Закрепленный персонально За каждым участником Великой Отечественной войны И при возникновении любых вопросов Этот сотрудник может решить Абсолютно все возникающие бытовые Или иные вопросы Более того, мы совместно с органами местного самоуправления Постоянно мониторируем эту ситуацию Единственное, что я хочу сказать безусловно Для ветеранов Великой Отечественной войны Как для людей преклонного возраста Неимоверно интересных людей Как личности Конечно, важно, чтобы было внимание Тепло близких, родных И для нас, для органов исполнительной власти Говорю это совершенно ответственно Это не от праздника к празднику Мы вспоминаем ветераны Великой Отечественной войны У нас контакт постоянный Более того, Рашид Бориспеевич Персонально общается со многими ветеранами Близко общается Поздравляют всех с юбилеем И не только ветераны Великой Отечественной войны И лиц, награжденных знаками жителей блокадного Ленинграда И бывшим несовершеннолетним музникам Всегда направляют поздравления Поэтому в материальном смысле Совершенно ответственно заявляю Никаких проблем у них нет Может быть просто недостаток внимания и общения То есть, получается, если предпринимателям Или общественным деятелям поступает какое-либо письмо Потому что, может быть, у нас в республике нет Но в других регионах есть От мэрии или пэри или чего-то Давайте скинемся, поможем ветеранам и так далее То можно смело сказать Я плачу налоги, государство помогает Безусловно так Но я бы не стала так категорично рассуждать, Руслан Дело в том, что есть другая категория ветеранов Ветераны боевых действий Для которых, если вы помните, вот эта акция Красная гвоздика Я могу сказать, два года назад Вот по этой акции собранные деньги Нами в том числе помогли сделать прекрасные биопротезы Для двух ветеранов боевых действий Участников войны в Афганистане Для жителей Карачаева, Черкесии А можно вас перебить? А эти биопротезы сделать не обязанность ли государства? Обязанность государства есть Делать протезы, но они, к сожалению, ограничены Теми средствами, которые заложены на эти процессы И теми критериями, по которым определяется Который вид, какой вид протеза должен получить Там технические особенности есть Я с этим согласна Но вот эти фонды, они делают огромную работу Очень большую работу, полезную Я бы не стала огульно обвинять всех в том Что они просто так собирают деньги Неизвестно куда тратят В том, что ветераны Великой Отечественной войны На сегодняшний день не нуждаются Финансовой помощи, это совершенно однозначно В том, что они нуждаются в каком-то внимании Человеческом общении, в человеческой теплоте Наверное, это да и есть И я бы хотела призвать всех Каждую секунду пользоваться тем, что они с нами сейчас Да, тем более их осталось 77 ветеранов 77 ветеранов, и из них 18 инвалидов Великой Отечественной войны, 35 участников 11 жителей блокадного Ленинграда 11 бывших узников несовершеннолетних И один человек, который был призван, служил Но не успел принять участие в конкретных боевых действиях Да, у нас их 77 человек Вот Эльза Хачирова спрашивает Станисы Зеленчукской Очень часто тоже показывают, что ветеранам жить негде Ну, сюжеты в интернете Может быть, даже этим некоторым сюжетам и по 500 лет Что они там в бараках живут и так далее В Карачаево-Черкесии решена ли же личная проблема Ветеранов Великой Отечественной войны? Это проблема, решена еще и в прошлом году У нас с прошлого года нет ни одного участника Великой Отечественной войны, который нуждается В улучшении жилищных условий На учете у нас оставались вдовы Три вдовы Мы в начале этого года этих трех вдов обеспечили Субсидиями на улучшение жилищных условий На сегодняшний день сумма этой субсидии Составляет 1 миллион 381 тысяч рублей То есть вопрос закрыт? Вопрос закрыт Покроется небо пылинками звезд И выгнутся ветви упруга Тебя я услышу за тысячу везд Мы эхо Мы эхо Мы эхо Мы долгое эхо друг друга Мы эхо Мы эхо Мы долгое эхо друг друга И мне до тебя Нигде бы я ни была Дотронуться сердцем нетрудно Опять нас любовь за собой позвала Мы нежность Мы нежность Мы вечная нежность друг друга Мы нежность Мы нежность Мы нежность Мы вечная нежность друг друга И даже в краю наползающей тьмы За гранью смертельного круга Я знаю, с тобой не расстанемся мы Мы память Мы память Мы звездная память друг друга Мы память Мы память Мы звездная память друг друга Мы звездная память Мы память Мы звездная память друг друга Мы память Мы память Мы звездная память друг друга Мы звездная память Мы звездная память Мы звездная память Россия 1 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова